Есть ощущение фоном, что в любой момент что-то может случиться? Страха нет какого-то? Слушай, я переживаю в основном, если… Смотри, мне сейчас 27 лет. Естественно, организм ещё молодой, может такое случиться, то есть, может быть, в 35, ближе к 40. Иммунитет же уже не так работает, и он как-то отреагирует на это, и вдруг здесь воспаление вылезет, а воспаление может превратиться в гангрену. А если это появится, нужно по-любому резать. И какая гарантия, что если мне будут резать, мне по артерии не проведут, я без руки остановлюсь. Конечно же, страшно за это. Руки-базуки, Кирилл Терёшин. Я знаю, сейчас, Кирюх, будет, наверное, какой-то хейт. У нас с тобой он постоянный, когда мы что-то совместное делали, всегда хейт был, да, особенно в мою сторону. Что самое страшное для тебя в жизни может случиться? Ну, слушай, скорее всего, я хочу остаться с руками. Вот так? Нет, чтобы они были в нормальном состоянии. В смысле, я имел в виду с руками, чтобы мне их не отрезали. Вот, чтобы я, ну, был как обычный человек. Вот, потому что инвалидом я не хочу быть, это тоже смысла жизни нет уже. А тебе не будет скучно? Вот, кстати, давай с другой стороны зайдём. Я тебе скажу так, мне и сейчас скучно. А будет вообще пиздец? Ты в глубокую депрессию не боишься упасть? Обычные руки и всё, тебя уже никто не замечает? Да, слушай, я и сейчас как бы, ну, у меня нету такого кайфа, как раньше было. Прямо внимание, всё. Потому что ты застрял и тебе приелось. Почему вот я там уезжал, да, покорять дальше? Я тоже к этому привык. А потом через пару лет так завыл, как волк, что когда вернулся, радовался вообще элементарным вещам. Когда я вернулся, меня таможенник узнал. Такой, думаю, блядь, я дома. Вот он. Зачем ты, кстати, в Америку поехал? Для какой цели? Покорять её. Ну, в смысле, чтобы там медийку продвинуть? Ну, мирового масштаба стать. Почему именно вот в Америке? А потому что после Америки ты только можешь стать всемирно известным. Не через Францию, не через Англию, а именно через Америку. Потому что мекапроизводство контента любого всё из Америки выходит. Ну, да, я тебе тогда, помнишь, как-то писал, статистику кидал. У меня вот сейчас на данный момент больше всего в других социальных сетях американская аудитория. В ТикТоке ты имеешь в виду? Да. У меня все ролики там 5-10, если 8-6 миллионов, 20-15, ну, все меня уже знают там. Почему не поедешь туда? Блин, я не вытяну финансово. Хотел бы просто посмотреть вообще как там, что за страна. Вот если бы… А не предлагают ничего? Не. Просто угорают и всё, да, подписчики? Ну, и угорают, и пишут, типа, меня жалко, пишут, помогите ему, пожалуйста. То есть там прям, ну, многие меня жалеют. Вот. А так, ну, я бы сгонял туда, но мне нет таких финансов, я не вытяну просто. Вот если бы, вот когда ты по щечинам уехал, вот если бы я бы, ну, тогда с тобой поехал, или вообще случилось бы такое, что, ну, я бы с тобой оказался в Америке, мы бы, ну, стрельнули очень, ну, я думаю, жёстко, потому что меня там, ну, реально знают очень много людей. Я даже когда в эфир не захожу, там уже все погоняло «Базука Ханс, базука, базука, базука» пишут. А Ханс это что? «Базука Ханс» на английском «руки базуки», типа. А, «Базука Ханс». Да, да. Слушай, вот в каких-то вещах ты такой очень смелый себе на уме и делаешь вещи, которые удивительными кажутся людям вокруг, а в каких-то ты как будто себя недооцениваешь и ждёшь за кем-то, чтобы пойти. Вот почему ты не хочешь сам попробовать, рискнуть? Через Мексику можно попасть туда. Слушай, я финансово не вытяну, ещё раз говорю, это очень дорого. Вот чтобы туда просто на 2-3 недели, наверное, слетать, это, наверное, полтора миллиона надо. Но это очень много реально. Ну, это правда, да. Если ты захочешь жить как здесь… Ну да, ну вот смотри, вот я, конечно, твои истории не знаю, но откуда ты взялся, да. Я там в интернете вообще смотрел, типа появился Амиран, он сразу же начал общаться с серьёзными людьми. Как это произошло, никому неизвестно. Возможно, ну, у тебя… Ну, это не так, ты можешь мой влог открыть, самый первый, из самого первого выпуска посмотреть. Это прям эволюция на глазах. Ну да, но ты там говорил то, что ты, ну, обычный, там, приехал откуда-то в Москву и сказал, я хочу зарабатывать. Не так, я просто много чего делал, но ничего не получалось долго. Пока YouTube-канал не появился. Вот этот вопрос, ну, вот ты делал, да, потом в Москву приехал, начал прям масштабные шоу делать. Вот видишь… Я вырос в Москве, я с шести лет, я с 93-го года уже вырос здесь. Ну вот смотри, вот ты начал эти шоу делать, ну, финансы, стартовый капитал, его же где-то надо взять, вот, он же у тебя где-то появился. Возможно, ну вот, как мы на Твиче говорили… Нет, смотри, я какие-то деньги заработал на влогах, а потом, благодаря тому, что у меня была капитализация медийная, такая большая, и появились разные сотрудничества, ну, я смог найти ресурсы, благодаря которым начал делать большие проекты. Ну вот, инвестор получается, да? Ну, можно так сказать. Ну вот, видишь, это, ну, не знаю, повезло или как-то нашел случайно, или, ну, вот так получилось, это, ну, на самом деле не так просто. Вот, а со своими финансами, ну, это нереально просто сделать, это просто невозможно. Это нужно иметь, не знаю, семью очень богатую. Ну, обычный человек, ну, он не вытянет такое. Ну, я бы, если бы ты меня спросил откровенно, я бы тебе не рекомендовал ехать в Америку с голой жопой. Ничего, кроме разочарования, ты не получишь. Отдохнуть, вот просто вдохновиться, это прикольная история, тем более, если у тебя сейчас кризис такой, ты уже приелся всему. Надо сгонять куда-то хорошая история, но на ПМЖ ехать, это будет полный пиздец. Ну, вот я понимаю, да. Тебе потом и сюда будет тяжело вернуться, в медийно, и там потеряешься. Вот ты еще говорил, там до этого, ну, вел блоги, там конкуренции не было на Ютубе практически. Возможно, вот с этой темой, когда ты начал делать, там, из первых, не знаю, просто залетели люди, подписались, начали подписываться, подписываться, и все, и так канал собрался. А сейчас это очень, на самом деле, тяжело конкуренции, просто, ну, колоссальное. Но ты такой один, Кирилл. Согласен, да. Что тебя радует вообще? Отчего ты смеешься, кайфуешь, вот, наедине с собой дома, вот так по приколу? Что-нибудь радует? На самом деле нет. А почему? Ну, не знаю, блин. Ты же молодой парень. Я не знаю, чем себя занять. Вот я, ну, реально хочу, чтобы вот, ну, как я тебе говорил, вот так, чтобы меня очень много людей смотрело, ну, в России. Ну, мне не получается это сделать. Вот. Вот я вот мечтаю, чтобы меня прямо на Ютубе много смотрело, чтобы я там главным героем был. Ну, так вот хотелось бы. Нет, ну, это понятно. Ну, а вот свободное время для себя, ты себе уделяешь время? Ну, оно у меня практически всегда свободное. Ну, то есть, что, в компе сижу, играю, фильмы смотрю. Там на улицу раз-два в неделю выхожу. Но в основном большую часть времени я дома провожу. Ну, у меня в основном так, ну, друзей нету. То есть, ну, просто нету. А в спортзал не ходишь? Нет. Почему? Да не знаю, как-то лень. Лень. У меня, видишь, график, я могу в 6 утра уснуть, в 7, в 4. И когда я просыпаюсь там, допустим, в 3 часа дня, я уже смотрю, ну, вот так смотришь, как будто бы, ну, я не знаю, как будто бы там 20 дней прошло. Ну, и смотришь на это, ну, некомфортно чувствую. Ну, все вот так в разброс. Ну, не могу найти то, что вот прям, ну, так вот. Ну, вот, а так вот на Ютубе вообще, ну, хотел бы очень. Вот. А что на Ютубе? Большой формат шоу какой-то? Или как участник? Ну, допустим, как главный герой. И главное делать то, что, ну, мне интересно. А как ты думаешь, ты герой чего? Вот ты говоришь, главный герой. Герой чего? Ну, допустим, идет какое-то шоу, много людей. И я как самый главный. Типа, позвал их всех и начинаю там разруливать какие-то ситуации между ними. Как ведущих. Да, то, что они ко мне пришли. Окей, что тебе мешает это сделать? Финансов нужно это. Собери 10 эскортниц, потренируйся. Сиди главный и разруливай. Про их жизнь попробуем помочь завязать с эскортом и встать на путь истины. То есть, ты себе во главе угла попробуй ставить позитивные цели и вокруг этого собирать всех тех же людей, которых собираешь, чтобы унизить. И увидишь сам, как поменяется сразу и контент, и отношения, и твое внутреннее восприятие. Ты сейчас юзаешь их по принципу, вот надо позвать, типа, да, и там поковыряться, вытащить, в итоге до говна долезть с трусами. А ты попробуй их позвать и убеждать в другом. Ну, я же тебе говорю, вот последние три стрима я так и делал. Я общался с ними культурно, все. Там вопросы на логику разные. Вот такой обычный, но культурно адекватный разговор. Нет, я про то, что завершить свою карьеру эскортную. Почему они там сидят? Почему они не живут нормальной жизнью? Почему не идут работать? Как им можно помочь? То есть, вот на полном серьезе, возможно, если ты захочешь, из этого можно попробовать сделать шоу. Типа, руки-базуки направляет эскортниц на путь истины. Да, это, кстати, хорошая идея. Как описание шоу. Нормальное шоу? Да. Собрал, посадил, каждая про себя представилась, рассказала. Ну, тут видишь такой момент, что мало девушек, кто признается, что они эскортом занимаются и пойдут на такие шоу, потому что это сразу же все увидят и репутация пропадет. Вот, я думаю, вряд ли кто будет, ну, ходить даже за деньги. Но они же ходят к тебе. Но они не признаются то, что они эскортницы. Вот прям ни одна не признавалась. То есть, ты им втихаря платишь. Так уже же все знают, что все, кто у тебя на стриме, по-любому эскортницы. Люди знают, но девушки, ну… Открыто и не готовы говорить. Да, они не говорят. Ну, подожди, но в Ютьюбе же появляется дофига девушек, которые рассказывают, чем они зарабатывают сейчас. Это даже модно стало. Последний год я вот смотрю. Ну, как дофига? Вот где дофига? Я что-то не видел. Ну, те проститутки, которые зарабатывают на сексе. Их же появляется в рекомендациях много. На Ютьюбе? Да. Ну, слушай, я не видел так, что аж много. Как тебе опыт с поп-ммэй? Слушай, я не люблю на самом деле драки. Ну, не мое это. Я как выхожу, проигрываю всегда. Мне тяжело дышать, руки тяжело поднимать. Ну, не мое это реально. Бои не мое. А что тебя может вывести из себя? Вот, чтобы ты психанул конкретно и выплеснул свои эмоции, сказал все, что думаешь о человеке. О каком именно человеке? Который тебе неприятен. Да мне все вроде приятны, мне никто зла не делал. Зло человек делает это, когда тебя в чем-то кинул, подставил. Вот это да, плохой человек, но меня никто там не кидал, не подставлял, так чтобы мне очень обидно было. А есть в медиа люди, которые тебе неприятны? Да, слушай, наверное, нет таких. Мелстрой нравится? Я же говорил, он сам нормальный человек. Просто был такой момент, что когда он меня просил, я делал без какой-либо выгоды. Когда я его потом попросил, но он сливаться стал. А почему так? Вот у тебя ко мне, я уверен, тоже есть небольшая обида, что я тебя прошу, ты делаешь, а ты просишь, тебе не делают. Ну мы обсудили, что из-за контента. Но почему ты сам вот считаешь? Типа тебя не воспринимают серьезно? Блин, я понятия не имею, честно. Ну не знаю на самом деле. Вот я привык так, что если меня там попросили, я сделаю. Но у меня нет такого. Ого, ну вот я нормальный, но человек добрый, адекватный. Ну когда там ты просишь... А что ты у него попросил? Ну там я ему попросил, давай стрим запустим. Совместно? Да, да. И он что-то ну слился просто. Такая тема. Тебе обидно? Да не, а на что обижаться? Ну нет, так нет, что. Я же там, ну не пострадал, не остался на улице прям, чтобы мне было вот прям больно. Но нет, так нет. Тут ничего такого нету. Тебе есть любимый марвеловский герой? А? Любимый марвеловский герой есть? Не, не. Не нравится никто? Ну я не смотрю ни фильмы, ни мультики уже на протяжении года-двух. Мне это неинтересно. Не, ну с одной стороны похвально, что ты занимаешься только одним и тем же делом. Ты в этом будешь расти в любом случае. Не скучно тебе? Ну конечно, ну скучно, да. Бывает скучно, бывает нет. Ну вот ты говорил там, ну а что в итоге по поводу твича делать и ну вообще что-то совместное делать? Это вопрос? Ну да, да. Ну, да я не знаю, вот я тебе разные вещи насыпаю, оно как будто в целом отскакивает от тебя. Почему отскакивает? Вот например, что? Ну какое-то твое участие нужно почувствовать тебя. Сейчас в целом ты все время закрыт, типа вот в своей обороне сидишь. Нет, я тебе говорю, давай попробуем, вот давай. Ну что, вот что тебе понравилось, что ты хочешь попробовать? Ну вот, допустим, ну вот позвать девушку. Не чувствуется, где я тебя цепляю, огонек, за который можно было бы дожечь еще сильнее и с этим пойти. Ты в целом такой, да, да, нет, нет, да, да, в принципе я готов, где, почему не делаешь. Так а что делать-то, я не знаю, я тебя пока так и не понял. Вот что ты сам хочешь, что у тебя на душе лежит. Не, ну вот смотри, вот допустим, вот давай вот твич возьмем, он тебе интересен или нет? Ну я же им занимаюсь, конечно, интересен. Хорошо, для какой ты цели вот твич ведешь? Просто как удовольствие, ты вроде говорил это как удовольствие. Ну пока да, но я думаю это приведет к заработку тоже. Ну вот кого-то звать там, ну я, допустим, в качестве главного героя, как ты говорил, попробовать. Там вот звать, допустим, девушек и воспитывать их правильной жизнью. Вот так вот, например, попробовать. А какая правильная жизнь для эскортниц? Вот ты бы ей сам что посоветовал? Ну типа смотри, вот обычно девушки про мужиков говорят, да вот они должны все. И поговорить с ними нормально там, это так не делается. Там привести времена прошлые, что такого не было. Сейчас все зажрались, обнаглели. Ну и нормально подвести к тому, что там деньги не все решают. Ну вот так вот. И чтобы она потом в итоге как-то говорила. Ну в принципе да, если такая ситуация безвыходная будет, то там никакие деньги не помогут. Там в человечности дело будет. Вот так вот, например, адекватно с ними говорить. А как ты считаешь, что у них могло что-то сломаться внутри? То есть готовы ли они изменить свою жизнь? Вообще эскортница может изменить свою жизнь? Уйти с этого пути? Ну может, конечно. Вот я тебе скажу пример. У меня одна подруга есть. Ну не прямо лучшая, но такая, которую давно знаю. Она занималась эскортом до 30 лет. Заработала на квартиру, на машину. Потом ее что-то глюкануло, и она стала в депрессию жесткую впала. Блин, там, как я могла, я свое тело просто отдавала мужикам каким-то. Вот просто вот так меня все ночь шпокали. Вот. И радости никакой в жизни нет. И она с этой мыслью живет до конца жизни. Хотя все, есть работа нормальная, квартира, машина. Переоценка ценностей произошла? Да, да. А поворотный момент какой был? В начале? Нет, именно вот когда она перестала этим заниматься. Ну вот, когда 30 лет было, когда повзрослела. И деньги заработала? Да. Ну у нее сначала были все деньги, а потом как-то она начала вспоминать, да вот, там типа в меня входили, как я могла, так, ну мужики всем подряд, ну давала, типа. Как я говорил, с возрастом люди меняются. Вот как я говорил сейчас, вот я хотел бы вот в качестве главного героя быть. Вот, и что-то, я не знаю, по сценарию это, или как-то, ну неожиданно все. И типа, чтобы я общался с людьми, но был главным героем. Так это ты мне и предлагал, по-моему. Ну говорил, а что если тебя вот попротив в качестве главного героя? А почему ты на подкаст не хочешь приглашать просто гостей интересных? Не вокруг секса, чтобы это было не только эскортниц, да? А просто интересных людей, с кем можно будет пообщаться. Ну кого, например? Других стримеров. Никто не пойдет. Я же говорю. А ты не зови сразу с популярных, ты начни с тех, кто, ну просто интересный. Там же много в рекомендованных, если заходишь. Я со многими общался, кстати. Коту, у которых там по девяну. Вот я там с дедом Тихоном общался, у него там 40 человек его смотрят онлайн. Но для меня он новый человек был, мне интересно было с ним поболтать. Вот так просто чего не общаешься? Ну слушай, я тебе скажу так. Я раньше на Твиче так делал, то есть в Дискорд добавлял, общался. Мне интересно смотреть. Ну просто неинтересно смотреть людям. Все сводится по итогу на стримах вот? Вот все сводится на стримах вот именно с девушками. А почему Зубарева смотрят, как думаешь? Почему Бустера смотрят? Почему Стаю смотрят? Смотри, я тебе объяснил. Они стримы вели лет 5 назад, когда конкуренции на Твиче не было. Вели, набирали аудиторию в Телеграм-канал до миллиона. Все, аудитория уже готовая. И они там делают пост рекламы, там заходят. А люди такие же, если увидят огромный онлайн, все, они там будут сидеть, чисто, как вот он в топе, в тренде. А на самом деле вот они контент делают, но АФК. Там ну нечего делать, там неинтересно смотреть. То есть вот такая тема. Просто неинтересно. Просто смотрят фильм, играют. Ну я тоже могу. Что такое АФК? Ну АФК просто стрим неинтересный, молчат. Ничего неинтересного. Как типа привет, как дела и все. А как расшифровывается АФК? Ну это еще название такое, еще с игр, когда играли в Call of Duty, АФК-слово назвали такое, и это слово начали называть, типа ну АФК-стример. Ты готов поучаствовать в эксперименте, например, закрыться на год под камерами на хате и не знать, что происходит во внешнем мире? Вообще в хате быть целый год? Да. Под присмотром операторов через камеры в ПТС-ке. Ты не знаешь вообще, что в мире происходит, и только через донаты выполняешь задания, а чата у тебя нет. Ну слушай, смотри, но… А задания ты выполняешь для того, чтобы покушать на эти деньги. И других источников у тебя не будет, дохода тоже. Именно год так вести? Да. А что это даст? Хайп и приз в конечном итоге. Ну смотри, ты не просто так назвал, типа, ну год. Да. Ну а почему именно год? Потому что в течение года в запертом пространстве человек будет себя проявлять абсолютно по-разному. От глубокой депрессии до жажды к жизни, поведения будет меняться и так далее. Это некий эксперимент, за которым будет интересно понаблюдать. Ну а вот ты уверен, что у меня за этот год там психика не нарушится или что-то со мной не случится? Так в этом будет основной интерес людей. Хорошо, смотри, а если так случится, то что у меня там из-за этого проблемы со здоровьем будут? Ну ты же, когда делал себе руки, ты же шёл на этот риск? Да. Ну. Ну сейчас-то у меня уже... Мне кажется, на чаше весов этот риск, он менее опасный для здоровья. Не, ну год это... Просто я не понимаю, почему такая цифра большая. На самом деле, небольшая, а самая оптимальная, потому что через полгода, например, человек обнуляется внутренне, он уже перестаёт жить эмоциями, воспоминаниями, то есть многое стирается, и ты начинаешь хотеть опять жизни. И остальные полгода ты, наверное, будешь формироваться заново каким-то образом. Либо себя как-то убеждать в том, что вот осталось ещё немного, надо дотерпеть, и я опять вернусь с любовью к той жизни, которая у меня была. То есть обнулишься. Возможно, ещё как опция можно будет добавить это, убрать вообще время, чтобы ты не понимал. Ну так реально с ума можно сойти. Ну, слушай, ты же хочешь больше. Ставки, конечно, становятся более высокими. Ну смотри, это вот ты предлагаешь то, что типа, ну, это типа будут страдания, мучения, да. Ну, ты сам понимаешь, страдания, мучения. Да, но это внутренние переживания. Ну, будут, естественно, переживания, только вопрос, что оно изменит. Вот, допустим, после армии... Первое, изменят тебя. Второе, получишь хайп, который ты любишь, расширишь аудиторию. И третье, денежный приз. Ну, смотри, а какой денежный приз и к чему он. А за какую сумму ты готов был бы в такое вписаться? Слушай, это тяжело сказать на самом деле. Давай подумай. Тут речь на самом деле даже не о сумме идёт, а, ну, реально. Ну смотри, ты и так практически нихуя не делаешь, сидишь дома. Раз-два раза выходишь в неделю. Не, почему? Я же хоть что-то делаю, как ничего не делаю. Ну, я имею в виду большую часть времени. Ты же сам это сказал. Ты стримишь между этими делами, серфишь, монтируешь видео, там, крузишь, кушаешь, два раза в неделю гуляешь. Всё верно. Ну, жизнь уже стала обыденной. Живём один раз. Да, почему бы не пойти на некий эксперимент? Это как вот есть эксперименты поехать на всяких диких природах посниматься, да, ну, там недолго это. А есть эксперимент такой большой над собой, который ты проведёшь в замкнутом пространстве. Ну, слушай, ты же до этого говорил, типа, нужно то русло, которое, ну, выдвинет на нормальный уровень. Вот, на нормальный уровень, типа. Ну, и там уже нет трэша никакого. Здесь у тебя борьба с самим собой, и на это мало кто согласен. Я, например, ну, при одной мысли об этом очкую. Это очень большой вызов себе самому, в первую очередь, готов ли ты пойти на это. Ну, смотри, во-первых, нужно понимать от а до я, как всё будет происходить хотя бы один день. Посмотреть… Ну, это детали уже основное, вот я тебе сказал. Ну, да, нужно попробовать, посмотреть, как оно. И понять, там, сделать выводы. Вот ты простоял там, ну, вот так, заперти, как ты говоришь, и посмотреть на мою психику. Может, вообще, я скажу, да это, ну, ненормально вообще. Так сама можно сойти. Кирюх, ну и это ненормально. Ну, я согласен. Ну, ты же это сделал. Ну, да, но я же говорю то, что это ошибка была. Вот. Была ошибка просто по глупости. Все же ошибки делали, ну, люди. А потом осознают. Но ты же не слезешь с этой иглы популярности. Это, по сути, у тебя единственное, что осталось в твоей жизни, ради чего ты живёшь. И даже если ты эту ошибку изолируешь, ты захочешь чем-то это заменить другим. Потому что ты совсем сдуешься, тогда тебе радость ничего не доставляет. Бабы тебя напрягают в данный момент, потому что отвлекают от основной деятельности. У тебя есть твоя популярность, которой хоть ты и привык и не испытываешь яркие эмоции, но ты этим живёшь. И только этим ты и живёшь. Ну, слушай, если взять людей, у всех практически одна и та же жизнь. Ну, все кушают, гуляют, дома сидят. Ну, одно и то же. Да, но ты же хочешь большего в своей области. Ну, в плане этого, да. Поэтому вот… До этого ты говорил, предложи что-нибудь. Вот я тебе предлагаю. Вот это то, что на год, да? Да. Ну, это, я говорю, нужно попробовать. Ну, тебе это самому интересно? Да, с тобой, да. То есть ты, ну, я понял, ты уже знал, что мне задашь, да, или ты сейчас придумал это? Нет, я эту мысль давно гоняю, я её даже обсуждал с Мухой на стриме. Муха, знаешь, такой стример есть? Не, не слышал. Казах, по-моему. И, ну, он тоже активный, яркий такой. Там в первую очередь нужен сам по себе заметный персонаж, потому что это ты наедине с собой, почти ни с кем не общаешься, и визуальная обёртка должна сразу привлекать внимание к себе. Плюс у тебя есть твоя аудитория, которая будет интересно увидеть тебя и хейтеры, как ты себя проявишь в такой, в сложенных, в таких сложных условиях. И для тебя это самого вызов. То есть это можно упаковать, и маркетинг для этого очень простой. Руки-базуки, Кирилл Терёшин остаётся один на год в квартире, изолированной от внешнего мира. Еду он может кушать только на деньги донатеров за выполнение задания. И таким образом ты живёшь год. Это прикольное реалити-шоу получается. Хорошо, я могу типа в других социальных сетях там контент делать, видео или не прикасаться к социальным сетям. Если задания поступают через донаты, ты можешь делать это? Ну вот, допустим, смотри, я сижу, да? Да. Мне-то надо в других социальных сетях делать то, что я делаю по-любому. То есть как это будет? Мы можем этот контент туда множить, интересные моменты. Это же если объявить везде, посмотрят все. Ну я согласен, да. Ну вот. Ну это очень тяжело будет. Ну здесь, скорее всего, ну вот как ты предложил, ты это предложил и сразу же назвал сумму. Ну то есть, да, нужно суммой это заинтересовать. А какая сумма тебя заинтересует? Скажи сам цифру, я же не сижу тебе в голове. Ну смотри, я тебе скажу так. Когда я назову суммы какие-то, да, ты говоришь, это ненормальные суммы, да, столько никто не платит и так далее. Мы же на том стриме тоже говорили, я тебе говорил, я не знаю, кто там предлагал. Смотри, ты предложил тогда, по-моему, 10 миллионов за бой с кем-то, да? С Молстроем, по-моему. Не-не, с Молстроем нет. А с кем? За 10 миллионов с обычным выйду. Да. Вот я обычно такие деньги просят, если не хотят чего-то сделать. Бой, это действительно, я понимаю, для тебя это настолько... А что там бой, там вышел, два раунда постоял, показался... Ну скажи тогда, что ты ходишь вокруг, да, около на год, я не знаю, блин, ну говорю как есть, это очень сложно, что ты это считай, вот, ну эта психика по-любому нарушится, или что-то другое будет, не знаю, но там ну реально, по сути, я даже не знаю, но это тоже ненормально, если я назову так, ну вот допустим особняк, если мне возьмут, то ну можно попробовать. Ты его содержать надо, ты его на что будешь содержать? Ну это я разберусь с этим сам. Там одна, это, как-то, и ежемесячная коммуналка, и налог в год будет дохуя стоить, тебе придется это сдавать, чтобы покупать. Ну я с этим разберусь, я же говорю. Ты для этого и хочешь сдавать? Да не, я просто тебе сказал, вот что я хочу, и все. Ну какой особняк? Особняк можно купить за 10-15 миллионов рублей. Не-не, который стоит там, допустим, ближе к миллиарду, вот такой, ну огромный, вот так хотел бы. Я думаю, ты немного засахарился, Кирилл. Почему? Ну потому что тебя не сильно напрягает то, как ты сейчас живешь, в принципе, тебя плюс-минус удовлетворяет, но при этом тебя подзаебало, но недостаточно мотивации, чтобы запрыгнуть во что-то новое, как в свое время ты пошел на такие жертвы, потому что это заставили тебя реально очень серьезные обстоятельства сделать. А видишь, на год зайти, где ты сразу под камерами, ты получаешь деньги от донатеров, то, что ты привык делать, и это оптимальный вариант для продолжения твоей карьеры сейчас онлайн. Ну там, понимаешь, вопрос цены. Это, ну реально… Без денег, Кирюх. Да это издевательство над человеком. Так это же насколько крутое издевательство, где тебя зауважают все вокруг. А в чем зауважают? То, что я просидел год так? То, что ты над собой эксперимент поставил такой. Ну это издевательство, реально. Меня же, я же говорю, в интернете люди, ну не все, но многие пишут там плохие вещи. А так вживую со мной общаются, я же нормальный человек. Понимаешь, если бы вот я вышел бы, да, не знаю, и меня вот все вот прям на улице тыкали, ненавидели, чуть ли, ну, убрать меня не хотели. Тогда б я задумался уже. И я б сказал, люди, вот что мне сделать, что вы меня полюбили? Ну вот, и задумался уже. Ну на самом деле это только в интернете так. Ты занимаешься благотворительностью? Нет. Добрые дела не делаешь? Ну благотворительностью нет. Почему? Ну вот во что, например, благотворительность? Ну детям пойти помочь, людям больным, нуждающимся или просят, которые, ну благотворительные фонды, акции всякие. У меня, слушай, такие моменты, ну вот, я даже стрим запускал, вот я приюту помогал, там еды полностью накупил, ну и помог. Ну, значит, занимаешься, говоришь, нет. Ну, это редко бывает. Или, допустим, вот были такие моменты, вот в очереди в магазине стою, там что-то считают долго, говорю, давайте оплачу. Ну это не часто бывает, но бывает, когда мне надо дать, что они долго стоят, тогда, ну, могу оплатить. Ну вот так примерно. Но это не часто случается. Можешь свои руки вот так показать запястье? Зачем столько часов? Ну типа одни для здоровья, вторые для статуса, но это часы других стран. Типа одни Rolex, вторые спортивные, да, с опциями? Да, типа вот такой ферзёвый чувак на Твиче, это тоже людям зашло. Ну а тебе по кайфу? В чём именно? Вот такой образ. Или тебе вот всё, что людям заходит, ты готов найти жертву и идти? Нет, мне это, ну, прикалывает, интересно смотрится, необычно, типа. А время правильное на всех? Нет. Неправильное? Угу. То есть это некий твой образ, как у Филиппа Киркорова, ты его наряжаешь и идёшь дома? Ну, образ, да, чисто вот так, чтобы люди видели, типа, ну, необычно что-то. Ну? Я, ты скажи, что, ну? Сейчас я подумаю, что я хотел ещё задать. А, ну так чё, вот смотри, ну да. Давай так, чтобы ты никогда не сделал за большие деньги? Никогда? Никогда. Ни за какие деньги? Ну, слушай, с мужиком бы точно не переспал бы, и что связано с матерью будет? Ни за какие деньги вообще? Вот вообще ни за какие деньги. И всё? Ну, это прям основные жёсткие, а остальные, ну, у меня даже в мысли не приходят, я не знаю. Кал бы съел? Не-не. Ну вот, что ещё? Ну, такие прям унизительные, жёсткие, ну, вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. А что самое жёсткое в своей голове ты думал, что готов сделать за большие деньги, чтобы удивить общество? Да, слушай, не было такого. Вообще не было такого. И мысли даже. Ну, то, что вот бои, когда, ну, со мной бои очень много набирают просмотров, они крутятся везде. Ну, типа, потом начал думать, зачем мне на бои идти, когда мне проще за большую сумму выйти. Если зовут не раз, то, значит, это интересно. Ну, и ценники задвигаю, которые, ну, наверняка тяжело осилить, и потом отхожу от этого. Ну, нет, так нет, без разницы. Было больно получать, поэтому такие ценники? Ну, не то, что, не, не больно, то, что, когда к этому готовишься, ну, очень тяжело, тебя всего трясёт, как бы, ну, некомфортность. Вот такая тема. А после вот этих процедур на лице не боишься во время боя, что повредят? Да не, с перчатками там, ну, вряд ли такое будет, и там не такие удары и соперники, чтобы что-то случилось. А что здесь, филеры? Да. Такие большие. Ну, гиалроновая кислота. В таких больших объёмах? Да. Сколько миллилитров? Здесь 4, здесь 3, 3, здесь по 6 было. Да. И нос ещё, да? Да, здесь по 6, то есть вот. Сколько ты в сумме потратил денег на лицо? Ну, давай это лучше не разглашать. Да что такого-то? Ну, не хочу о сумме говорить. Больше миллиона? Нет, меньше. Меньше? А зачем лицо начал менять? Не знаю, что-то мне вот нравится, модельное лицо, ну, красиво смотрится. Ну, скорее всего, в скором времени придёт то, что в итоге всё убирать буду. К этому и все приходят. Почему ты этого в итоге стыдишься? Вот ты сделал, и вместо того, чтобы гордо говорить про это, как там Сергей Зверев, да, всегда о себе, ты такой, да, я это сделал, но при этом, ой, я это стыжусь, это ошибка, это я тоже в итоге уберу. Типа всем пытаешься угодить. Не, с возрастом это придёт то, что надо убирать по-любому. Это по-любому случится такое. Да, но ты это сразу в одном предложении говоришь. Ты кайфуешь от этого? Ну, сейчас мне нравится это, да. Ты кайфуешь от себя, от самого, вот в зеркало, когда смотришь после душа, вот как ты выглядишь, ты кайфуешь? Ну, да, естественно. Ну, я нравлюсь себе, это само собой. Ну, конечно же, есть у меня недостатки. А девушкам нравится? Вот ты чувствуешь во время секса с девушками, что они кайфуют от того, какой ты необычный? Да хрен его знает на самом деле. Многие девушки меня, ну, со мной, вот много девушек, ну, не прям много, но достаточно девушек было, которые там вот чпокались безвозмездно, из-за того, что размер тут там хера большой, там 22 сантиметра, и типа вот им интересно. И таких, ну, попадалось достаточное количество девушек. Я сам удивлялся, почему так. Чем кормишь? Кого? Хер, откуда 22 сантиметра? Ну, это моя фишка, я его сам нарастил. Без всяких таблеток, инъекций. Ты серьёзно? Да, в домашних условиях с 18 до 22 за год. Это вот это гирю, когда надо увеличивать постоянно? Ну, там много чего я делал. Ну, расскажи, что ты делал. Не, это не рассказывай, это секрет. В смысле, ты же в интернете вроде говорил. Не, я не говорил ни в интернете. Ну, поделись с молодёжью, у которых есть там, например, ощущение, что у них, как Ивлеева говорит, 15 сантиметра. Ну, я это не разглашаю, это секрет, я долго думал, это случайно получилось, просто не хочу разглашать. Хорошо, а сколько изначально у тебя было? 18. А сейчас 22? Да. Ну, как 4 сантиметра нарастить, это же пиздец. Нет, это легко на самом деле. Ты в книгу рекордов Гиннесса можешь попасть с таким формулой. Да не, не. Просто вот так, это же мышца, там всё растягивается. Ну, это любой человек поймёт. Просто никто не хочет заниматься, что-то делать. И что, тёлки чувствуют? Ну, ряд девушек, вот прям красивых, вот, было, которые вот прям безвозмездно, аж хотели, хотели, потому что вот им... А как они узнавали вообще? Узнавали как? Да. Ну, вот, от девушек тоже. Вот, когда, ну, по-любому спишь девушкой, она рассказывает своей подруге. Там, типа, с руки базуки. Та, той, 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 и вот это как сарафанное радио. Руки базуки, хуя на конду. Да, да. Типа того. Тебе неловко? В чём? В данный момент. Да не, нормально я себя чувствую. В обыкновенном нормально, вообще не переживаю, даже ни за что. Ты веришь в Бога? Да. Ходишь в церковь? Нет. А что для тебя веру? Ну, это на самом деле плохо, да, то, что не хожу, как-то, ну, лень. Ну, Бог, я знаю, что существует, есть, ну, дьявол. Ну, не бывает в мире просто так. Я считаю то, что человек – это оболочка, которая проходит испытательный срок, а дальше, ну, я считаю, что вторая жизнь у этого человека возникает, только, может, на другой планете, потому что не просто так это всё создано. Ну, я так считаю. Ну, у тебя бывает какой-то разговор с Богом? Что-то просишь или просишь прощения? Ну, были такие моменты раньше, сейчас нет. А какие это моменты были, можешь рассказать? Ну, когда был в другом возрасте, говорил, какие-то там моменты были печальные в жизни, говорю, ну, говорил, боженька, пожалуйста, помоги мне, ну, так говорил. Типа каких? Ну, блин, я уже не помню, но были такие моменты. Ну, допустим, там, ну, в колледже, когда хоть бы я прошёл экзамен, там, ну, такие простые. Если бы ты перед Богом оказался после смерти, что бы ты ему сказал? Перед Богом? Угу. Сейчас я подумаю, как это ответить правильно. Ну, наверное, сказал бы, я, ну, спасибо тебе за жизнь. Я знаю, что оболочка человека создана тобою. Я сделал так, что вмешался в неё, хотя я не должен это делать, это неправильно. Ну, суди меня, как хочешь. Ну, я скажу, я в жизни много чего, ну, сделал неправильного, и я не знаю, как это изменить, так как стою сейчас, ну, перед тобой, всё, ну, больше никак, если с точки зрения, ну, адекватности это отвечать. Тебя прям настолько сильно мучает совесть того, что ты сделал с собой? Ну, слушай, ну, это неправильно. Ну, ты же сделал, прими уже. Ну, да, ну, по ошибке я сделал, но мышление было другое. А почему не изменишь, если считаешь настолько, что это неправильно? В обратное положение руки изменить? Ну, и лицо, руки, всё, часы. Ну, насчёт, говорю, хирурга, я писал, он, ну, не отвечает. Пока нету хирурга на данный момент, вот, его нету. На тебя общественное мнение, то есть, получается, всё равно влияет? Ты говоришь, тебе пофиг на хейтеров, но видишь, ты опираешься ведь на общественное мнение, когда говоришь, что это неправильно. Ну, слушай, в плане именно внешности это, да, неправильно. Ну, да, ты веришь в Бога, ты ориентируешься на общественное мнение, тебя мучает совесть, при этом ты идёшь в этом образе полу несчастный получается. Не, ну, почему полу несчастным? Ну, есть руки, есть, настанет тот момент, когда их нужно удалить будет. Пока на данный момент нет такого врача. А ради чего их менять? Убирать? Да, зачем? Ну, живи с этим так уж, раз к тебе все привыкли, весь мир тебя знает таким. Ну, слушай, по-любому, я не знаю, что с ними дальше будет, тут в зависимости от ситуации. Ну, и тоже как-то есть риск к ним притрагиваться, то, что там артерия есть, она может, ну, просто скальбель по ней пройдёт, я без руки останусь. То есть тут, ну, просто ждать момента, что произойдёт. А там уже, ну, если произойдёт, значит, уже делать, ну, как есть. То есть, ну, пока они меня не тревожат уже на протяжении семи лет. То есть такая ситуация. Ты бы хотел бы девушку с такими же руками? Нет. Почему? Эстетически мерзко было бы для тебя. Ну, да, да. Я люблю вот прям красивых куколок, чтобы у них там попа закруглялась, там грудь была не висяча, целлюлита не было, чтобы от неё пахло всегда. Ну, таких куколок люблю, потому что я привык к ним. Ну, а такие затрёпы мне неинтересны вообще. То есть, ну, не мой вкус. Я как бы не критикую их, но просто не общаюсь с ними, и всё. Ну, так. Ты, наверное, думаешь, какой же ему ещё вопрос, да, задать? Нет, я каждый раз с тобой встречаюсь и, думаю, уже всё примерно представляю, но ты меня продолжаешь удивлять. Вот согласись, ты одно и то же всегда говоришь. Вот одно и то же, одно и то же, одно и то же. Помоги мне, хорошо. Давай мы зайдём в тему, обсудим, которую, например, мы не обсуждали. В плане чего не обсуждали? Ну, ты говоришь, я одно и то же говорю. Ну, практически, да, одни и те же вопросы. Ну, а какую тему мы можем обсудить, которую не обсуждали? Даже не знаю. Одну и с тем ты запретил обсуждать? Да, 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 об этой нельзя говорить, не стоит. Ну, вот давай вот эту тему, вот реально, вот я тебе предлагаю серьёзно, по факту. Какую? Вот смотри, ты, ну, речь зашла насчёт Твича. Давай вот, ну, стримы совместные вести, вот, и что-то придумывать, делать, как люди на это, ну, отреагируют. Они, ну, за, они все вот, ну, пишут в чат, делайте, делайте, делайте. Я буду в качестве главного героя, ты будешь приглашать гостей, я с ними буду разговаривать. У тебя удаётся, ну, гостей находить медийных. Я не знаю, как они к тебе так ходят. Вот, я буду главный герой, чтобы они приходили охуевали от жизни, потому что, типа, Кирилл Терёш, ну, их интервью берёт, как так. Ну, а что ты будешь сделать, расскажи. Просто есть опасения, что они и ко мне перестанут ходить, блядь. Если мы с тобой что-то выпустим из-под контроля. Смотри, ну, будем спрашивать, типа, вот, как ты ко мне относишься? Он будет своё мнение говорить. То есть, ты готов быть грушей для битья именно словами, чтобы тебя там говорили, как есть? Ну, почему? Если он говорит прямо по фактам, вот именно по фактам, то тут ничего такого нет. Вот если придёт гость какой-нибудь, да, с принципами уличными и будет говорить, что ты урод, фрик, что ты конченый, что там вот обзывать тебя всякими там словами нетрадиционными, да, вот что ты будешь делать? Нет, смотри, там знаешь, как надо, вот, когда приглашаешь гостя, нужно предупреждать его то, что никто не должен кого-то унижать, чтобы никому обидно не было, а просто вот если в чём-то не прав, конкретно вот по фактам объяснить. И человек признается или нет? Да, это работать будет, как сейчас всё, все на конфликтах пока держатся, это работать будет, если будет приходить чувак и цеплять тебя как раз-таки с такими словами. Ты будешь заводиться и давать ему ответку. Ну, ты же уже на опыте парень. Ну, с одной стороны… А приходить и разговаривать о погоде там, да, интеллигентно, кто это будет смотреть? Ну, согласен тоже, да. Поэтому вот… А как ты считаешь, почему людям в итоге нравятся такие низкие вещи? Вот они осуждают, при этом, блядь, сами всё это смотрят. Какие в смысле низкие вещи? Ну, в конечном итоге всё сводится к тому, чтобы звать тебе эскортниц и вот делать такой трэш. Хотя при этом они тебя считают типа фриком. Ну, вот смотри, да вот давай по факту. Вот звать эскортниц, вот смотри. Вот по факту взять людей, которые критикуют, вот в сторону отойди только, да, в сторону, убери камеры. Успешные люди там, мужики богатые, блядь, будут её чпокать, они и говорить, а ну в камере не будут говорить «Ой, это там грязь» и так далее. Тут же убери камеру, сразу же к ней пойдут. Вот, когда там… Ладно, это… Ну, одна девушка была, люди в курсе, когда я с ней что-то делал, сразу критики было морем. Сразу же все мужики стали писать «Давай, давай, давай». Вот в чём проблема. То есть, вот у нас состоит мир из мужчин и женщин. Мужику нужно одно – поспать, пожрать, поебаться. Самое главное – это поебаться. А чё чаще всего балаболят? Приведи пример. Ну, то, что эскортом, допустим. Ну, эскортом, да, занимаются. Я тебе говорю, в Москве, вот кто бы что ни говорил, наверное, процентов 80 девушек занимается эскортом. Вот только предложи там, поехали, отъедем там 50к, дам или ещё что-то, пойдёт. Будет клятся, обожиться, нет, я не такая. Вот сумму так увидит, там часик, пойдёт. Потому что эта сумма, ну, реально нормальная, просто покувыркаться. И кто бы что ни говорил, пойдёт. Главное, чтобы никто не узнал. Это факт. Ты уверен? Может, туда определённый круг просто девушек готов? Ну, уверен, уверен. Вот просто предложи. Вопрос цены. Лёгкие деньги просто... Ну, хорошо, вот у меня были на стримах девушки, когда ты писал, предложи ей деньги, там, да, она согласится. Но эти девушки при этом к тебе на стрим не ходили и говорили, что ты им донатил 200к, или это не ты был? Какие девушки? Ты кому-то донатил 200к? Да. Сейчас я не знаю, в Москве сколько зарабатывают, там, у меня есть 50, 60, 70 тысяч рублей. Ну, ты думаешь, девушке в кайф там работать с 8 до 6 за такие деньги? Только квартиру стоит снять, наверное, 1070. Приходим к одному. Все, ну, идут на какие-то предложения. А предложения могут только одни быть. Поебать её за деньги. Всё, других предложений не может быть. А тебе не тошно от этого, Кирилл? Уже. От чего тошно? Да, от такого образа жизни. То, что у девушек такой образ жизни? Ну, в целом, получается, в твоих глазах все девушки проститутки. В Москве тяжело найти девушку верную. Если честно, ну, заебало всё, да, заебало. Заебало, да, всё. Все там, ну, что-то хотят. Ну, это жизнь такая, ну, как бы такая жизнь, ничего не сделать. Слушай, а я вот помню, был, по-моему, в Мексике ещё или бразилец, чувак с такими же руками, как у тебя. Да, да, он сейчас там живёт. Это Бразилия? Да. Как думаешь, зачем он это сделал? Я понятия не имею. Ты с ним не общался? Не. Не хочешь его на стрим позвать? Да он с Бразилии. И что? Какой разъёб через Дискорд? Да, ну, кстати, хорошая бы идея была бы. Но я не знаю, как с ним связаться. Почему ты ленишься, блядь? В конечном итоге, вот, ты, видимо, делаешь контент только, когда сам хочешь ебаться, поэтому их зовёшь, и двух-трёх зайцев сразу одновременно выбиваешь. Что за бред, блин? Вот есть такой же руки-базуки. Пиздец, как это было бы интересно. Это зафорсится само вирусно, если в Дискорде хотя бы вы вот так будете сидеть. Ну, слушай, я тебе говорю по факту, там у них компов даже нету, вот таких людей. Ну, там страна, ты сам понимаешь, там, ну, не получится. Ну, у неё уже Инстаграм есть? Да, есть, я как-то его давно в сети не было. Я как-то заходил, но это он уже, ну, перестал что-то вести. Вот, перестал вообще что-то вести. Ну, так я ему как-то, ну, писал даже. Вот в Москве мы даже были на съёмке с ним. Хорошо, почему ты не приглашаешь к себе Стаса Борецкого, монгола, не общаешься с ними? Слушай, мне не по статусу с ними общаться. Вот просто не по статусу, реально. А чем они хуже тебя? Хуже, чем меня, они, у них в жизни ничего нет, они не добились ничего. Ну, как нет, у них есть тоже популярность. Ты дерёшься в одном карте с ними в промоушене. Ну, смотри, я тебе объясню, у них люди, которые, ну, ходят там за копейки, там, мучаются что-то делать, хоть как-то выжить. Ну, сколько они стоят? Блин, я бы понять, ну, может, 50-100 тысяч им платят. Ну, откуда ты тогда говоришь? Может, они стоят столько же, сколько и ты? Да не, не, вряд ли, не, не. Не стоят они столько, сколько я. Нет таких цифр. А почему ты их считаешь хуже себя? Вот я не понимаю, правда. Ну, потому что, ну, хуже. У меня, ну, у меня хоть есть состояние, где мне не надо, где мне не надо работать вообще. У них нет этого, всё, это факт. Значит, они хуже. Да. Сравнение же идёт по успешности человека, какой он. А критерий успеха какой? Деньги? Ну, я думаю, что если человек чего, ну, сам добился и не нуждается ни в чём, то он умнее, конечно, да. Это факт. То есть человек, который имеет деньги, он по определению умнее. Ну, я думаю, да. На этом же всё сейчас построено. На этом, ну, по факту всё построено. Не построено, может быть, с теми, с кем ты долго очень общался. А сейчас, ну, построено всё на деньгах, к сожалению. А как ум-то связан с этим? Заработать же можно по-разному. Можно по-разному. Ну. Ну, вопрос сколько? Так чем ты от них отличаешься? Ты для людей, ты же понимаешь, что ты в одной категории с ними. Ну, слушай, то, что меня туда на бои зовут. Да. На бои зовут. Ну, я подхожу под эту категорию. То, что у меня изменения в теле. Ну. И типа вот на такие мероприятия зовут. Ну, всё. Ну, так чем они хуже тогда? Ну, хуже – это персонажи, которые уже хоть как-то медийные, их суют уже, потому что некого уже звать. Они снимаются в одних… Ты заметил, там бои проходят одни и те же. Я там не появляюсь, хотя мне вот писали. Мне предлагали, ну, сумму, я их слил, говорю, не, назвал свою сумму. Ты один раз там дрался, да? Два. Два раза? Да. И тебе не было изначально стыдно? Ты за деньги пошёл туда? Ну, да, там сумма нормальная была. Вот как ты говорил, ты рекламил тогда скам. Ну, сумма тебе понравилась. Ну, как ты говорил, о, так же мне. Вот, всё. Примерно так. Или вот, например, какие-то есть шоу ужасные, да, на которые противно там смотреть, да, допустим, а человек пришёл и… Ну, да, там всё хреново, да, ужасно, все там просто офигевали, какая грязь, а он вышел с мешком денег, ему вообще похуй. Вот есть и такие люди. А те люди, которые на этом же шоу участвовали с ним, они получили вот гроздь. Ты про кого сейчас? Ну, я тебе как пример дал. Вот как пример. Ты думаешь, ты самый высокооплачиваемый боец был на этих фрик-боях? Да. Да, это факт. Я там узнавал всё, да. Там говорили ещё суммы не разглашать, показывали всё, самый, да, высокий. Я даже знаю, сколько, ну, тем платили, но это реально смешно. Это смешно. С мамой общаешься? Да, да. Каждый день. Беспокоиться за тебя? Да. А она следит за твоим творчеством? Скорее всего, нет. Ну, может быть, да, я не уточнял точно. Ну, не хочу ей говорить. А соседи говорят ей что-нибудь? Друзья? Ну, раньше, да, говорили то, что, когда я стал популярным, говорили, да. Сейчас я не знаю, не уточнял, но мне это неинтересно. Ты ей помогаешь? Да. Ежемесячно или как? Или иногда? Ну, да, ежемесячно. Сумму отсылаю, ну и всё. Большо? Ну, нормально. Больше ста тысяч? Ну, не стоит разглашать, не хочу разглашать. Почему ты так отходишь к вопросу? Я не хочу знать, точнее, я не хочу говорить, сколько зарабатываешь, чтобы другие люди знали. Не хочу. Почему? Ну, просто вот не хочу и всё. Вот пусть думают, как хотят. Вот не хочу говорить и всё. Это вот как пример, там, человек, ну, это опять же пример, человек, там, сидит какой-то, там, не знаю, обычный, там, в квартире одной, да, такой, ну, как мышь, а потом как-то туда заходит, а там миллиарды просто, и его начинают, там, прессовать, допустим, всё, и жизни, вот как пример, допустим. Ну, просто хватает на жизнь. Ну, я обычный человек, всё, на еду хватает, квартира есть, всё, всё, что надо. Ты что-то готов ещё делать с собой внешне? На данный момент нет. Что-то, ну, изменять в себе, ну, я думаю, вряд ли своё тело я больше буду трогать. А ты можешь сказать, что ты счастлив? Ну, скорее всего, нет. Меня потому что всё заебало. Даже хоть я и не работаю, ну, мне вообще похуй, то есть я могу не работать, но всё равно скучно, скучно, скучно. Вот, скучно. Одно и то же, всё одно и то же. Это у всех так людей. Вот по факту это у всех так людей. Они делают что-то одно и то же. Вот как-то так. Желаю тебе быть счастливым, Кирилл. Если можно, прощалку тебя попросить на камеру. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. С вами был Руки-Базуки. Давай. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. С вами был Руки-Базуки. Спасибо большое, что смотрели. Это был Кирилл Терёшин. Надеюсь, я его показал немного с другой стороны.